Приветствую вас, дорогие подписчики моего канала, конструкторы и пилоты игры SimplePlanes. С вами Огур Деус, и это обзор на модификации и краткий туториал по их установке. Сейчас вы наблюдаете долгожданным мною, сырой, очень недоработанный, ограниченный, но потрясающий мод на космос. Хотите вы себе? Смотрите дальше это видео. Всего лишь 23 дня назад вышло обновление 1.5.3. Которая добавила более удобную, сгруппированную возможность использования модификации в SimplePlanes. Это воркшоп, вышедший из закрытой беты в общей доступ. И отдельная секция на сайте модификации. Вот сейчас вы увидите. Сейчас мы с вами попытаемся найти какой-нибудь интересный мод. И на его примере рассмотреть установку модификации на ПК-версию. И внизу где-нибудь в видео будет указан адрес, где находится папочка модов в Android-версии. Ну, на примере зона 51. Видимо. Это модификация карты. Надеюсь, она будет работать нормально. Данный мод не поддерживается, увы, на андроиде. Если он поддерживается андроидом, мы увидите здесь такую характерную кнопочку. Сейчас мы проверим другой мод. Например, вот эта пустынная карта. Пустая. Ну, да, просто квадратик. И вот видите, есть версия андроида. Есть версия для ПК и мака. А iOS, ну, извините, ребята. Итак, нажимаем Download. У нас кидает на посторонний сайт. Это не всегда так работает. Но не пугайтесь. Не можете скачать. Ваш браузер предложит вам несколько вариантов работы с этим файлом. Это просто сохранить его. Или открыть через, собственно, клиент игры. Я вам рекомендую все-таки делать это вручную. Ну, так как открытие через клиент работает не у всех. Не всегда. Если срабатывало раньше, то может не сработать новая версия игры. Так что, все делаем ручками. Сохраняем файл. Открываем его на вашем компьютере. Копируем или вырезаем. И переходим по данному расположению. Это локальный дикция. Users или пользователи. В зависимости от этого языка вашей системы. Имя вашего пользователя. AppData, LocalLow, JoomDro, SimplePlanes, Moz. Стоит заметить, что папочка AppData на всех видосах у нас скрыта. Поэтому не забывайте о свойстве папки. Включайте отображение скрытых папок и файлов. Переходим в папку Moz. Кидаем сюда нашу карту. Стоит заметить, что моды у нас бывают нескольких видов. И, собственно, поэтому они сгруппированы часто в разных менюшках. Это меню Moz, где активируются все абсолютно моды. Итак, у нас появляется карта здесь, которую мы активируем. После активации ее можно, естественно, по необходимости деактивировать. Но тогда мы получим сообщение о том, что иглу следует перезапустить. Сейчас мы все еще активируем. И находится он в Moz Sinbox Maps. Это карта для Sinbox. Где находится мод космоса, который мы немножечко вкратце уже посмотрели. И вот сейчас проверим эту карточку. Сустынную. Возьмем какой-нибудь самолетик. Можно, естественно, брать и машинки, самолеты, что хотите. Танки, ракеты, дома, шагоходы. Все, можешь выбрать. Ну, в принципе, ничего особенного в этом моде нет. Просто тестовая версия. Перейдем к следующему способу. В самом Steam, через Центр Сообщества, переходим в мастерскую. И в мастерской самой мы уже видим некоторые моды, которые поддерживают современную мастерскую. Они, сразу скажу, не все здесь находятся. Но устанавливать их так намного легче. К примеру, вот довольно интересный мод. Намасты. Между островами. Установка его элементарная. Нажимаем кнопочку зеленую подписаться. Вы вряд ли промахнетесь мимо нее. Она, единственное, вот такая зелененькая и манит свой класс. Ваш взгляд к себе. Читаем предупреждение о том, что некоторые предметы из вопшопа требуют при запуске игры для нормального функционирования. Закрываем его. Заходим в вашу библиотеку. Видим, что игра запущена. Вспоминаем предупреждение. Выключаем игру. Сейчас пройдет синхронизация, которую, естественно, я вырежу. Нажимаем играть. Видим предупреждение о том, что мы скачали мод из вопшопа. Когда вы его видите, но вы ничего не скачали, это означает, что ваш мод обновился. И стоит его в меню моду переподключить. Вот мы видим этот мод. И мы можем его включить. Собственно, как и предыдущий. Ничего в этом особенно интересного нет. В принципе, используя эти оба способа, вы сможете спокойно устанавливать любой мод на свой ПК или Андроид. В случае с Андроидом, вам придется использовать файловый менеджер, для того чтобы кидать моды в необходимую папку. Опять же повторюсь, что если вы захотели рискнуть и попробовать установить через приложение, то вам просто откроется сразу меню модов, и вам необходимо будет найти ваш мод. И просто его активировать. Ничего особенного сложного в этом нет. Итак, в основном моды делятся на такие категории. Это новые уровни. К примеру, вот этот мод, созданный НАТО на МИКС, на боевые миссии. Есть моды, которые добавляют новые карты, запускаемые через песочницу. А есть моды, которые добавляют в существующую игру новый функционал, расширяют его. Наиболее известный и наиболее полезный мод является Пайн Тюнер, который позволяет вращать любую деталь, не отходя от кассы, как говорится. Таким вот макаром, просто слайдерами. Вы сможете поменять его позицию. Также менять позицию можно используя инкриминент нуджа. К примеру, шесть. Смотрим сюда. Обратите внимание на перемещение детали. Как видите, добавляется наш указанный инкримент. В текущей позицию по иксу. Также вы сможете использовать Scale Tool. Увеличим, например, его 5 раз. Вы можете отказаться от просчета массы, чтобы она не изменялась, оставалась старой. Также тут показано масштабирование выхлопа двигателя. Когда вы изменяете масштаб реактивного двигателя, вы можете снять эту галочку, и тогда у него останется прежде чем-то маленький выход. Реактивная струя, грубо говоря. Также вы можете поставить галочку, которая будет, соответственно, увеличивать и мощность двигателя своего размера. Вот так вот. Если вы берете эту галочку, насколько мне помнится, вы сможете отмасштабировать также все детали, прикрепленные к данному объекту. К примеру, берем вот эту детальку. Вменили все. Берем вот эту детальечку. Заходим сюда, Scale Tool. Убираем галочку. Scale. И наш весь самолет увеличился в 5 раз. Элементарно у нас. Сам недавно об этом узнал, был весьма счастлив. Спасибо разработчику FineTuner. Огромнейшая. Итак, я сейчас немножко поводился с мультиплеером. Как вы видите, его кнопочка находится здесь. Это также мод. Ссылочку на него я оставлю. Но, к сожалению, серверов, находящихся в онлайне, я сейчас не нашел. Наш сервер лежит по определенным техническим причинам, которые я, надеюсь, в скором времени исправлю. Как найти свободный сервер. Переходим на сайт SimplePlanes. Форум. Находим раздел Hosting Multiplayer Server. И в нем мы видим темы, в которых хосты выкладывают адреса своих серверов. И обычно обновляют статус оффлайн или онлайн. Но что-то все серверы, которые заявлены онлайн, сейчас были в оффлайне, поэтому на них я попасть не смогу. Так как мод находится в состоянии ранее альфы, хоть и открытой, делать там еще нечего. Если вы все-таки заходите полетать со своими друзьями, читать инструкцию и пытать попасть туда. Возможно, вы даже создадите свой собственный сервер. Инструкции по его настройке и запуску также будут в описании. Сейчас я вам предлагаю все-таки поближе рассмотреть мод боевых заданий, который разработал разработчик игры. Спросите за топологию. Я думаю, он все-таки стоит внимания. Если вы любите пострелять, если вы любите выполнять задания боевого характера, но при этом у вас уже все они заполнены, некоторые выполнены на золотую ачивку, то добро пожаловать в мод боевых миссий. Мод Левелс. Вы тут найдете раз, два, три, четыре, пять уникальных заданий, и каждый имеет свою сложность. Вот Secret Destroy, как видите, видит даже три уровня сложности. Зайдем, например, в Convoy Play. Сейчас я вам также быстренько постараюсь показать один из наиболее удобных способов скачивания самолетов с сайта игры Airplanes. Ну, допустим, я захочу скачать самолет со своего профиля, с челленджа, точнее, который проводился мной. Здесь некие против штурмовиков. Найдем там какой-нибудь интересный штурмовик. Где же, где же, где же, где же этот турнир? Вот он. Кстати, закончился этот турнир победой и зениток. Скоро я об этом официально заявлю. В принципе, свои апплотки победителями я уже проставил. Найдем сейчас какой-нибудь красивый... Ну, вот пилот Марио. Довольно интересная работа у человека. Посмотрим, как он себе покажет. То есть, смотрите, я сейчас копировал ссылку на данный самолет. Зашел в конструктор, нажал комбинацию клавиш Ctrl, Alt. И все. Я скачал этот самолет. Заходим. И пытаемся успеть уничтожить конвой до того, как он попадет в красную зону. Используя все наличное масса оружия. Активация вооружения на клавиши R по умолчанию у нас стоит, насколько я помню. Видим, что у нас есть пять пятидесяток. А таком именно сначала. Используя мод ускорения времени, мы можем его немножечко ускорить. Логично, правда? Да, очень кривой заход. Но все-таки цели поражены. Редактор субтитров А.Семкин Миссия пройдена. Значит, личный штурмовичок от Киллот Марио. Заходите, качайте, если понравится, ставьте ему опу, если человек старался, делал. И на последок я хотел бы с вами поделиться замечательным модом от Тойсио 56, Стадион Бета-3. В принципе, вы все видите на своих экранах. Это мод Стадиона, как неожиданно. Также его же замечательная реплика и Фантиака. И одним самолетом, который очень давно просил меня показать. И вот подписчик, один-один, очень много, один. Вперед! Зайдя на данный Стадиончик, вы увидите довольно интересное сооружение. Наиболее выгодно он смотрится в ночное время, в суток, поэтому мы его сейчас переключим быстренько. Валерик, может кто-то не знает, как это делается. Оп! Не за часу ночи, машина времени, вау! Машина выполнена довольно красиво, хорошо. Реплика детализированная. Как для Симпл-Пенс, так вообще шикардос. Поехали, попытаемся его красиво разбить. Так. Автор сам виноват, он напихал сюда на свой островок кучу рамп, рамплинов и подобных конструкций. Вот одна из них мне сильно подвинулась. Очень хочется ее покорить. Вряд ли мне это выйдет, но... А почему бы не попал бы, собственно, да? Поехали! Я вылетел. Естественно. Ну, чего вы ожидали, собственно, от меня-то. Так, перейдем к самолетику. И вот тут очень удачный момент. Автор данного мода добавил локации, что довольно редкое явление, собственно говоря. И за это ему отдельный такой жирный плюс еще там. Выбираем самолет, ну, может, там базные позиции. Собственно, я с упором делался мод на возможные турнирчики. Соревнования. Очень надеюсь, что у него все планы его реализуются. Окей. Пролетели. Данный самолет был собран товарищем под ником CatPirate. Отделяется моим подписчиком, частым гостем на стримах. И, собственно, именно поэтому мне не хватило моей совести, чтобы ему отказать. Вот теперь мы любуемся его работой. В принципе, несмотря на свой внешний вид, на скоростях больше 400 миль в час он относительно стабильен. И в модемности может даже подтянуться с работами некоторых более опытных пользователей. Ну что же, на этом мы можем, в принципе, завершать наше видео. Как видите, похоже, колечки тут прозрачные. Я бы все-таки не хотел туда проверить. Всем спасибо, что посмотрели. В ближайшем будущем вы можете ожидать меня от вырыва по XML-модингу с ответом на наиболее часто задаваемые вопросы в этой отрасли. Всем удачного дня! Всем удачного дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok